добрый день уважаемые участники вебинара добрый день те кто слушает нас смотрит и слушать нас записи мы приступаем к освещению темы основной основой эффективной работы сэбэс университетская библиотека онлайн это один из наших основных продуктовых вебинаров посвященные нашему флагманскому продукту флагманскому продукту компании директ-медиа в с университетская библиотека онлайн это вебинар для широкого круга лиц не для специалистов библиотекарей и для них тоже конечно но в основном для преподавателей всех пользователей нашей библиотеки для того чтобы мы могли познакомиться с основными ее возможностями и с основными самое главное с основными возможностями эффективной работы давайте начнем несколько слов об университетской библиотеке онлайн я не буду долго нас рекламировать более 170 тысяч изданий уже у нас агрегировано большое количество вузов подписчиков примерно четверть рынка эбс мы агрегируем работаем более чем четырьмя сотнями издательств из них более сотни издательств это вузовские издательства а ну и так далее и так далее тут много всяких интересных цифр как только вы попадаете в нашу эбс перед вами открывается вот такая вот страничка главная страница нашей эбс и на ней есть вот такие вот блоки первый блок это блок проектов компании директ медиа обращаю ваше внимание это не основное меню эбс это переход между разными нашими проектами в которых эбс является одной из вторая область это область переключения языка перехода на контрастную схему для для пользователей которые не очень хорошо видят третья область это область поиска в ней сразу можно начать искать те издания которые вам необходимы четвертая область это область личного кабинета вход в личный кабинет в котором далее вы получаете доступ к некоторым возможностям которые уникальны конкретно для вас пятая область это область основного меню вот это как раз область основного меню ну и шестая область это область настройки каталога внешнего вида и содержания каталога то же самое показано на следующем слайде но уже с обозначением да я совсем забыл сказать что презентацию вы можете скачать в разделе в разделе файлы которые находятся вот ровно надо мной кнопка надо находится несколько управляющих кнопок из них одна является кнопкой файлы когда вы на нее нажмете откроется возможность скачать презентацию чуть позже я открою еще один файл для скачивания и объясню зачем он вам может понадобиться ну давайте начнем подряд самое первое это поиск и подбор изданий для чтения изучения понятно что прежде чем что-то начать читать это что-то надо найти найти можно так говоря в общем двумя способами поисков то есть использовав поиск либо подобрав то есть использовав каталог один из видов каталогов которые у нас используются и найдя в списке ту литературу которая вам нужна в списке открывающегося рубрикатора давайте начнем с поиска поиск располагается как я уже только что вам говорил наверху главные страницы bs вот и у него есть два состояния расширенный поиск и обыкновенный сейчас мы с вами поговорим чуть позже о расширенном поиске но смысл этого поиска в том ну во первых мы стараемся сделать поиск наиболее релевантным для этого надо предугадать ваши намерения после того как вы ввели сюда несколько каких-то слов да это не такая простая задача на самом деле я понимаю что все мы ждем от поиска на любом сайте того же качества которые той же разумности скажем так которые мы встречаем в поиске яндекса и гугла как минимум да не всегда это возможно на отдельном сайте потому что поиск это наверное один из самых сложных алгоритмов для программистов которые можно реализовать ну чтобы такое такое качество релевантности выдать но мы постоянно работаем с этим и стараемся чтобы поиск был как можно более релевантен далее система поиска в бс нацелена на то чтобы эффективнее искать книги под учебный процесс что это означает это означает что релевантность немножечко перекошена в сторону учебного процесса сознательно перекошена так как поиск книг нашей бс есть не только учебные книги но и научные и научная классика и просто классика книги старые книги не неправные и так далее но большинство людей по просто по нашей статистике ищут книги под свой учебный процесс а вот поэтому им надо помочь и поиск имеет у нас особенности и эти особенности заключается в том что поиск под учебный процесс имеет приоритет вот вот мы это реализовали далее система поиска снабжена системой фильтров позволяющих фильтровать контент по разным условиям сейчас мы посмотрим какие-то условия вот но в общем это эти условия тоже больше связаны именно с учебным процессом как это все выглядит вот так выглядит расширенный поиск сверху увидите окно ввода где вы можете писать запрос а снизу ряд фильтров фильтры могут быть в виде галочек то есть бинарные ну например можно поставить галочку и искать только в доступных книгах что значит доступных ваша версия без которая реализована вот на вашем вузе почти со стопроцентной вероятностью будет отличаться в меньшую сторону по объему от то и без которые есть у нас то есть какие-то разделы вы не приобрели какие-то коллекции не приобрели короче говоря у вас некая некое подмножество книг доступно для чтения а вот если вы не хотите получать информацию о книгах которых у вас нет но есть наши эбс то взводите галочку доступные ну и так далее тут в общем достаточно понятно эти галочки а теперь фильтры не бинарные а множественные скажем так можно фильтровать по авторам по коду ббк по коду гсн по типу издания учебная научная и так далее по уровню образования бакалавриат магистратура аспиратуру по издательству и по году начиная с какого года то есть насколько далеко вглубь уходить вот фильтры угсн могут дублироваться то есть не дублироваться как бы вы можете выбрать несколько угсн и тогда у вас здесь будет несколько фильтров фильтр сверху вниз применяются по закону и то есть должны выполняться условия например и то что это учебная литература это что она в аспирантуре и только с 2013 года и так далее а вот фильтры которые выбираются несколько внутри одного например математика и механика и линейная алгебра они агрегируются по закону или то есть и или там или там вот но и достаточно естественные условия после этого мы нажимаем на кнопку найти попадаем в выборку вот здесь в данном случае выбрано 83 документа это пока еще многовато для того чтобы это все просматривать хотя конечно можно и просмотреть напрямую и дополнительная возможность фильтрации это фильтровать в найденном фильтровать можно по дисциплине по жанру по дате издания по издателю и по авторам если есть такая необходимость каталог у нас реализованы три вида каталогов предметный рубрикатор ббк наиболее глубоко разработанный диверсифицированный классификатор для исследовательских целей в основном его удобно применять рубрикатор укрепленных групп специальности в с он рубрицирует дисциплины из которых складывается учебная программа специальности есть два таких рубрикатора они во многом подобны поэтому мы их называем одним это рубрикатор угресс для высшего образования и рубрикатор для для спа для колледжей вот в рубрикаторе для колледжей опущены те книги которые не могут применяться в среднем специальном образовании то есть он более такой более лаконичный вот но оба они построены по одинаковому принципу а ну и наконец каталогизатор рубрикатор разделов это традиционный предметный рубрикатор объединяющий все книги документов включая классику позволяет охватить качественные особенности коллекции вот ну поиск по этим возможность использования одного из этих видов каталогов дает наиболее богатый способ подбора литературы ну надо конечно понимать что скорее всего конечные наши пользователи студенты они будут пользоваться поиском они рубрикаторами рубрикатор это я не хочу назвать его устаревшей формы конечно да но так так получается что им в основном пользуются либо специалисты которые уже хорошо понимают как строятся базы данных литературы произведений литературных произведений либо те кто просто хорошо знает как пользоваться каталогами еще помнит скажем так как пользоваться каталогами ну вот примеры рубрикатора ббк рубрикатора угсн здесь мы видим что рубрикатор угсн или угс он имеет те же самые фильтры что и поиск и с ними унифицирован то есть используя какую-то веточку рубрикатора вы можете на нее наложить одновременно еще и дополнительные фильтры по тем же самым параметрам ббк уровень образования дисциплина основная литература или дополнительная издательство год и так далее вообще используя наш эбс вы сможете убедиться что вот эта система фильтров она универсальная и она много где применяется везде где у нас в качестве результата получается список литературы на него как правило можно наложить вот эти вот фильтры чтобы выбрать более более лаконичный срез давайте мы здесь познакомимся с кнопкой которая называется выберите действие вот давайте откачусь на назад на дно вы видите что сверху справа обведено зеленым обведена зеленым кнопка выберите действие кнопка выберите действие также достаточно универсально несмотря на то что нажимая на нее вы получаете разные результаты в зависимости от того где вы ее нажали но она встречается достаточно часто в нашей эбс как правило если речь идет о списке и она контекстно вызывается на странице какого-то списка литературы то вам предлагают несколько действий основное из которых ну для конечного пользователя по крайней мере это скачать список книг в excel ну или в csv вот возможно скачать список книг в excel и потом уже в excel и работать с ним на более глубоком уровне ну просто потому что excel позволяет гораздо лучше работать с с любыми списками с любыми таблицами нежели это можно организовать в веб среде нам вот это хорошая хорошая возможность обязательно и пользуйтесь ну для специалистов тут есть еще возможность скачать список книг в формате русмарк или в марк 21 эта возможность появляется только у библиотекарей вот для то для дальнейшей работы с этими списками в абис давайте теперь поговорим о странице предпросмотра вот мы у нас какой-то список появился а и мы дальше рассматриваем этот список и переходим на конкретную книжку смотрим что дальше с ней делать конечно можно было бы организовать все так чтобы со страницы поиска или со страниц рубрикатора вы переходили бы непосредственно в читалку и начинали читать книгу но это не совсем удобно потому что по-хорошему нам надо получить некую предварительную информацию о книге а когда мы смотрим на название и обложку книги мы еще не окончательно решили ее читать мы только не решили что эта книга может быть подойдет для нашего чтения нам надо еще принять решение вот для того чтобы принять решение читаем эту книжку или нет хороша страница предпросмотр с дополнительной информации о книге давайте посмотрим как она организована да ну вот здесь примерно говорится то что я вам уже сказал вот у нас список изданий и из этого списка мы переходим нажимая либо на название книги либо на обложку переходим в страницу предпросмотра организована она вот так примерно здесь мы видим несколько областей области выделенные синим доступны а кликабельны соответственно можно перейти там на все книжки дисциплины на все книжки того или автора того или иного жанра того или иного издательства и так далее ниже мы видим кнопки их может быть несколько в частном случае две эта кнопка уже известная нам выберите действия сейчас мы о ней поговорим какое действие здесь возможно либо книжка читать либо кнопка читать онлайн вот кнопка читать онлайн сразу ведет нас к читалке и дальше мы уже читаем это значит что мы эту книжку выбрали для чтения и хотим хотя бы просмотреть несколько страниц текста или уже начать читать основательно ниже располагаются ниже этих кнопок располагаются несколько вкладок по умолчанию включена вкладка библиографическое описание это библиографическое описание можно просто скопировать и использовать использовать своей работе почему это так так полезно ну потому что он наши основные пользователи это студенты студенты в течение своей лариса да есть это поиск по автору есть в тех фильтрах которых я вам только что говорил впрочем вы можете автора задать и в строке поиска если вы ищете а вот так почему же нам так важно библиографическое описание библиографическое описание дает нам возможность ну точнее не нам она дает возможность студенту и молодому ученому не очень сильно давайте я в кавычках скажу комплексовать по поводу того что он не хорошо знает библиографию с чем сталкиваются молодые скажем старшекурсники и молодые ученые когда им надо писать статью первую свою или реферат или вкр а им надо сделать нормальный гостовский список список литературы список источников так далее делать они его не умеют потому что если ваша специальность не библиография то вы только чуть-чуть знаете как это делается может вам где-то объясняли это там на двух-трех лекциях но не более того вот и поэтому иногда происходят такие печальные случаи когда люди не цитируют источник не потому что хотят присвоить мысль какую-то себе да а просто потому что хотят сократить количество цитирований чтобы сократить свою работу вот это мучение с библиографическими описаниями вот поэтому возможность сразу взять библиографическое полное хорошее библиографическое описание источника копипестом и скопировать ее свой документ это достаточно удобная вещь потихоньку люди начнут уже и сами понимать как это строится список литературы если в издании есть список литературы мы его тоже воспроизводим прямо на странице предпросмотра его точно также можно скопировать как и библиографическое описание к данному изданию ну вот так это примерно выглядит вот отсюда можно также взять скопировать любой источник хотя конечно по хорошему надо сначала этот источник прочесть прежде чем начинать копировать его к себе кнопка выберите действия как она работает в случае в этом случае когда это конкретная книжка здесь другой список действий и самый важный из них это добавить в книжную полку ну по крайней мере для студента для преподавателя это один одна из из важнейших возможностей книжная полка это такая такой список литературы который хранится в вашем аккаунте книжных полок может быть несколько на каждой книжной полке может храниться энное количество книг которые для чего-то предназначены логически то есть правильно делать книжные полки по какому-то логическому поводу например полки для моей вкр полки для моих студентов первого курса ну или книжная полка по по физике твердого тела если меня интересует например этот раздел да как то так это может и должно называться по поводу книжных полок я еще расскажу чем они важны они важны не только для того чтобы себе отложить книжки но и можно ими еще и поделиться вот ну вообще говоря книжная полка для чего нужна для того чтобы не начинать читать книжку прямо сейчас то есть если у вас достаточно большой список литературы которые вам надо просмотреть и вы еще не понимаете что из этого вы должны читать а все вы прочитать не можете вы можете пока отложить то что вас интересует больше всего а потом уже просматривая эту книжную полку выбрать для чтения те книги которые вам нужны если вы сразу начнете с места в карьер читать вы можете не дойти до конца вашего большого списка вот вкратце для чего нужна как книжная полка для себя если даже ей не делиться с другими но тут еще другие возможности связанные с аккаунтами более высокого уровня например добавить книгу в книгообеспеченность в песочницу это так называемая песочница у нас существует для того чтобы создавать потом электронные курсы из отрывков книг вот ну и то же описание в марке в марк 21 вырбисе и так далее это все интересует больше библиотекарей ну и наконец мы дошли до чтения и работы с текстом вот мы отложили наши книжки и начинаем их читать и мы для этого мы нажимаем на кнопку читать онлайн напоминаю вот это вот где находится эта кнопка вот и попадаем читалку читалка наша традиционная классическая читалка выглядит вот так потому что скоро у нас будет уже другая читалка о ней расскажу но классическая читалка которая скорее всего вы сейчас увидите у себя выглядит вот так здесь есть области масштабирования листания страниц копирование фрагмента и кода вставка для публикации печати отрывка полнотекстового поиска по книге ну и закладки отзывы снизу в общем все все что надо чтобы двигаться по книге и каким-то образом производить с ней манипуляции но скоро у нас появится новая читалка насколько скоро вот я сегодня справлялся у наших разработчиков они говорят что примерно в течение месяца может быть полутора читалка появится читалка уже собственно есть она отлажена но дело в том что она требует переформатирования наших книг и примерно половина наших книг из тех 170 тысяч которых я говорил уже переформатирована для чего нужна новая читалка и почему мы ее сделали новая читалка наконец позволяет читать удобно на всех устройствах начиная от больших компьютеров и заканчивая телефонами она имеет так называемую резиновую верстку векторные шрифты которые позволяют масштабировать изображения масштабировать шрифт выбирать разные разные размер шрифтов ну и осуществляет поиск прямо на странице они в текстовом слое как прежняя читалка давайте объясню в чем в чем была проблема читалки которые ограничение конечно есть отвечаю я не ограничение конечно есть скачать просто так библиотеку всю нельзя скачать книгу можно по частям для индивидуального пользования за 1 считывается 10 процентов книги то есть у вас pdf из 10 процентов книги вы можете скачать потом 10 раз получить эти 10 кусочков и вы можете их использовать для индивидуального потребления то есть читать ну и да или давать кому-то читать со своего компьютера вот но публиковать вы их не можете по по закону вот вы знаете примерно всем всем все б сдают примерно такие возможности частичного скачивания вот но не не полного и не для распространения у нас нет у нас были такие возможности вы знаете если вы придете на мой вебинар по для библиотекарей там я об этом рассказываю или можете посмотреть одну из записей прошлого года где был такой вебинар такая возможность есть только она реализуется из-под аккаунта библиотекаря вот где есть более расширенные возможности работы с библиографическими записями я конечно могу ошибаться может быть есть действительно какое-то ограничение которое я сейчас не помню но могу посмотреть правда не прямо сейчас вот так вот почему возникла необходимость новой читалки если вы помните если вы использовали б с давно вы знаете что когда-то был приказ 1953 который обязывал нас публиковать книги в бс в том же самом виде в котором они сверстаны для публикации в на бумаге то есть другими словами это была чисто бумажная верстка но формате pdf вот такая верстка хороша для чтения перед глазами в большом формате но при она не всегда хороша вообще то есть мы привыкли к тому что сайты ведут себя не так как документ pdf сайт вы можете и в маленьком окошке воспроизвести и в большом окошке и его верстка резиновая то есть он растянется так как вам нужно вы можете поменять его масштаб и так далее масштаб размер шрифта все вы это можете сделать с педефом такие таких возможностей нет он вот намертво сверстом как сверстом так так и сверсту вот и это является препятствием для использования эбс на устройствах с небольшим экраном особенно с телефоном немножко меньше это проблема на планшетах хотя тоже есть если планшеты небольшие вот но на телефонах точно это неудобно вот возможность использования векторных шрифтов и резиновые верстки позволяет нам сделать книжку сайта подобной да то есть вы как будто бы используете браузер для книжки вот и весь простой текст он резиновый вся сложная верстка остается так как она есть то есть если это рисунок сложной схема то конечно его никак свернуть нельзя он должен оставаться таким каким он каким его есть придется тогда листать страничку не листать а двигать страничку слева направо но есть огромное количество страниц которые содержат простой текст либо простой текст например с формулами который вполне можно использовать очень удобно при резиновой верстке вот это у нас и реализовано для этого правда пришлось перейти на новый формат книги наш собственный формат который собственно вот и будет реализовано у нас в бс через небольшое время ну вот так вот примерно это выглядит вот тут две возможности показаны слева выбор удобного размера шрифта мелкий стандартный большой или огромный вот ну и справа это резиновая верстка вот вы видите что окошко сделано маленьким и весь текст переверстался а вот таблица осталась прежней и и надо листать не листать двигать слева направо если хотите посмотреть вот то есть окошко справа это не обязательно телефон это может быть открытое узкое окошко на вашем компьютере вот ну или любой ограниченный размер на окошко выглядит вот так ну вот здесь краткая информация по новой читалки как она выглядит достаточно простая читалка вот перемотка вверх перемотка вниз номер страницы что важно посмотреть страницу печатного оригинала то есть мы в любой момент можем вернуться условно говоря к старой читалки то есть к просмотру pdf документа так как он свертан вот ну еще там переход к содержание к закладкам и так далее ну и поиск до поиск снизу как я уже говорил поиск поиск осуществляется прямо в книге не в текстовом слое а как раньше потому что у файла pdf был особый текстовый слой не верстанный состоящий из одного текста и именно в нем производился поиск а здесь поиск производится прямо вот в режиме как программисты говорят визвик то есть вот и си из вот you get то что мы видим то мы и получаем я хотел бы чтоб те кто из вас заинтересуется новой читалкой посмотрели бы вебинар который не на не недавно провел наш руководитель отдела разработки павел кухаренко вот он подробно рассказал о новой читалке и также вы знаете я сейчас сделаю следующее посмотрите снова в файлы я разрешаю скачивание презентации павла который он использовал на этом на этом вебинаре вы можете и скачать и посмотреть там достаточно подробно все описано ну конечно наиболее подробно на записи самого вебинара потому что все таки звуковая часть вебинара тоже играет роль вот но вкратце можете посмотреть на этом на это презентации которые его при оттачу так но кроме так сказать основного функционала да у нас есть еще и дополнительные сервисы и давайте поговорим о некоторых из них первый из них это обновление контента вот вы видите сверху давайте включу рисовалку нам сверху видите основное меню и вот самый правый пункт меню сервиса и в нем выпадает достаточно много пунктов мы сегодня рассмотрим только некоторые из них итак пункт обновления контента при помощи этого сервиса мы можем получить список изданий добавленных в бс за указанный период а вот если вы хотите узнать список изданий ушедших из бс вам предлагается обратиться к менеджеру дело в том что по специальной форме дело в том что этот вопрос на самом деле очень скользкий связанные с тем что мы не можем например точно обещать то что книжка будет продлина там через месяц но мы уверены в этом на 99 процентов вот как в этом случае поступает да вот обещать или не обещать и вот короче говоря с ушедшими книжками можно разобраться непосредственно если вам очень необходимо узнать какие книжки ушли вот а новые книжки выдаются по вашему запросу просто по если вы сюда нажмете у вас появляется окошко уже известными вами фильтрами с уже известной кнопкой выберите действия где можно скачать этот список в excel или csv но наверху появляется запрос на даты с какой даты по какую вы хотите узнать обновление то есть обновление это не то что пришло вот к сегодняшнему дню да это тоже можно посмотреть разумеется но и за любой период за любой период прошлого можете посмотреть система фильтров необходимы потому что достаточно много книг приходит в месяц порой по по 1000 полторы книг может прийти если вы долго не смотрели обновление этот список будет невозможно посмотреть он будет очень большой вот поэтому вам предлагается здесь система фильтров тех же самых которые этот список немножко сделает более узким книжная полка тот же самый мы видим здесь пункт меню а нет это не пункт меню прошу прощения это один из способов добавить книги не через меню конечно а через кнопку выберите действия и так представьте что вы сейчас находитесь либо в поиске и что-то нашли уже поиском ну вот например вот тут написано те же новинки да например вот тут триста пятьдесят шесть новинок очень вы их так проглядели очень быстро и поставили галочки там где да вот тут есть полям специальные возле каждой книжки поставили галочки там где вас эти книжки могут заинтересовать потом после того как вы все это присмотрели вы на этой странице находите кнопку выберите действия и выбирайте в ней пункт меню под пункт уже там добавить книжную полку ну и попадаете вот в такой вот в такое окошко где вы можете либо создать новую полку либо добавить в одну из тех книжных полок которые у вас уже были то есть пополнить книжные полки либо создать новую вот при помощи такого интерфейсика простого ну и потом когда вы это все туда положили как вам эту полку эти полки посмотреть переход к книжную полку находится вот здесь опять в нашем основном меню в пункте меню сервисы и в подпункте книжная полка нажимаем на этот подпункт мы попадаем собственно в книжную полку где мы видим опять фильтры и список наших книжных полок вот и тут я хотел бы сказать что с книжными полками можно делать не только просматривать и читать книжки из них но также создавать удалять дублировать редактировать фильтровать и самое главное копировать ссылку для совместного использования для чего это может быть важно ну самый главный случай это преподаватель и его студенты преподаватель создал нашел в бс например 10 книжек по по своему предмету и хочет чтобы студенты эти книжки почитали ну по крайней мере может быть по несколько страниц не все студент конечно он может сказать запишите пожалуйста список литературы и на доске написать все это студенты перепишут потом попробуют искать в это кто-то дойдет дбс кто-то не дойдет кто-то не сможет найти почему-то не так запишет и так далее особенно для первокурсников это может быть проблема а вот а тут еще может быть несколько эбс вузе вот везде по-разному учатся и так далее а так вот если преподаватель сделает по-другому просто опубликует ссылку на свою книжную полку в любом доступном месте например на сайте вуза где-то у себя в чате где он общается студентами или в любом другом месте да то студенты могут просто нажать на эту ссылку и попасть в бс в книжную полку своего преподавателя и читать оттуда книжки которые нужны для обучения корневой пользователь то есть библиотекарь может создавать глобальные книжные полки то есть он создает книжную полку и они видны всем вот то есть студент не создавал никакой полки вошел свои книжные полки видит глобальную книжную полку которую создал библиотекарь для него это тоже очень удобная возможность она и всякие дополнительные возможности давайте о них поговорим у нас есть мультимедийный контент вот вы это видите в интерфейс на это находится вот здесь это наше основное меню пункт меню мультимедия и в нем есть разные варианты разные подпункты аудио книги видео цифровые карты и так далее видео у нас более двух тысяч учебных видеоматериалов как встроенных в бс так и в открытом доступе находящихся но описанных нами от роликов буквально несколько десятков секунд как правило это какие-то показы химических или физических опытов до полноценных видео лекции на два часа и более вот удобный материал сейчас учебное видео достаточно распространено ну взять хотя бы записи наших вебинаров да это достаточно удобно когда вы можете зайти на канал и посмотреть там все те 2000 вебинаров которые мы провели уже да вот ну так же и здесь есть аудио аудио учебники аудио учебники это в основном озвученный материал по гуманитарным направлениям но понятно что учебник математики очень трудно озвучить да так чтобы совсем не смотреть на текст но гуманитарные направления вполне себе поддается история например психология вот у нас достаточно много несколько тысяч учебных аудиокниг и вот их можно использовать конечно их можно использовать по разному их могут использовать люди с плохим зрением или вообще без зрения то есть слепые и могут использовать люди просто которые не могут час читать например вы чем-то заняты и хотите одновременно послушать информацию свою какую-то информацию вот для этого можно использовать аудио книги тесты некоторое количество изданий у нас набжено тестами это тесты именно к изданию это не тесты по дисциплине и это не те тесты по которым можно принимать экзамен это тесты которые отражают структуру того или иного учебника как правило они делал тесты делаются к учебникам или в крайнем случае к учебным пособиям тесты делают либо сами авторы учебников либо преподаватели которые используют эти учебники в своей работе своем преподавании для авторов тестов у нас есть специальный онлайн конструктор он очень простой доступ конструктору предоставляется по требованию то есть не каждый преподаватель имеет сразу доступ в конструктору а он должен обратиться к менеджеру и нашему и попросить ему включить он ему включит эту возможность и тогда преподаватель сможет делать тесты к изданиям нашей эбс вот интерфейс крайне простой но при этом охватывает все главные возможности необходимые для системы тестирования а именно давайте подробнее поговорим у нас доступны четыре базовых варианты тестовых заданий это multiple choice так называемый выбрал от одного или нескольких вариантов из нескольких это свободный ответ текстовый тот вариант который на самом деле все тестировщики не очень любят но без которого совсем обойтись нельзя ну и два других популярных вариантов тестовых заданий на сопоставление и на установление последовательности в вопросах и в ответах точнее как в формулировках задания так и в в ответах возможен возможно использование мультивидийного контента то есть картинок видео и аудио важно чтобы размер одного файла не превышал двух мегабайт вот причем видео можно вставлять но может быть сейчас это уже не так важно с ютуба но я надеюсь что youtube когда-то все равно откроется для нас вот и мы дальше будем использовать этот замечательный сервис вот то есть не обязательно грузить видео на вбс можно использовать те видео которые вы грузили в youtube или даже не свои видео а кто-то погрузил youtube а вот это существенно расширяет возможности тестовой системы вот позволяет ну например для языковых курсов делать и для тех курсов где важно что-то слышать видеть каким-то образом анализировать сюжеты драматические которые происходят там видео и так далее по психологии например вот ну и напоследок что еще есть наши бс давайте вот так одной страничкой есть раздел ресурсный центр иностранных языков это книги для чтения на иностранных языках я уже сегодня представлял вебинар для преподавателей ркаи вот это как раз та область о которой идет речь дополнительные сервисы издательские коллекции тематические коллекции именитые ученые писатели а вот если вот эти две возможности открыты для всех подписчиков фбс то издательские коллекции открыты только в той мере в которой ваш вуз их приобрел что такое издательские коллекции это те издания которые конкретное издательство не разрешили использовать базовой коллекции на особых условиях поставляют и бс вот и их можно приобрести за отдельную цену там а там дальше как по-разному либо по отдельным книгам либо всю издательскую коллекцию данного издательства вот и разумеется вузы приобретают только те издательские коллекции которые им нужны они все подряд далее специальный расширенный функционал преподавателя глобальные подборки но об этом я говорил возможность создавать тесты к изданиям сервисы моему научные интересы проверь свою рпд мою научные интересы это сервис который позволяет можно сказать автоматически получать информацию о книжках которые соответствуют вашим научным интересам а ваши научные интересы вы задаете либо набором тегов либо говорите сервису что хочу чтобы исходя из моих поведенческих параметров на бс выясняли какие мне у меня научные интересы и информацию давали бы исходя из этого вот ну а сервис проверь свой рпд это сервис который позволяет сопоставлять вашу рпд наличие книг у нас соответствующих книг у нас в бс специально расширенный функционал библиотекаря работа с контингентом структура вуза книга обеспеченность новая статистика интеграция с обис контроль за подпиской вкр репозиторий вот этот пункт обычно я даю в отдельном вебинаре для библиотекарей сейчас специально не буду об этом говорит потому что требуется еще один большой вебинар далее возможности какие интеграция с лмс вуза и в частности наиболее широкая интеграция это наиболее просто реализуемая интеграция это интеграция с муду когда вы можете подключить к мудлу плагины для того пару плагинов для того чтобы использовать в вашем мудле вашем собственном мудле установленном на вашем вузе книги из из нашей эбс то есть делать книги из эбс частью ваших электронных курсов ну и наконец образовательные проекты арт портал энциклопедиям это от портал это открытый частично открытый частично распространяемые по подписке сайт который посвящен искусству но энциклопедиям это большое количество энциклопедии где формате которые хранятся у нас на эбс они же выведены наружу в свободном формате можете их смотреть ну и наконец директ академии это вот то место где вы сейчас находитесь это онлайн школа которая осуществляет два направления деятельности бесплатные вебинары как сейчас и коммерческие онлайн курсы на которых мы вас конечно тоже приглашаем вот ну и последняя информация директ академии вот они мы вот наш ссылка на нас ссылки доступны если вы скачаете презентацию прямо на экране недоступны ну или можете на нас перейти вот так на наш на наш главный сайт кто еще ни разу на нашем сайте не было кого перед глазами только у кого в руках мобильный телефон вы можете перейти по этому qr-коду до ресурсный центр отдельно подписывается у нас есть менеджер специальный если вам необходимо я могу вас с ним соединить а у меня все есть ли какие-то особые вопросы у вас по ходу дела я старался ответить на то что появлялась да вроде бы на все ответил во вкладке вопросы вопросов тоже не вижу ну что ж мне остается поблагодарить вас за присутствие на нашем вебинаре надеюсь вам это было полезно надеюсь вы сможете теперь использовать и без более более удобно для себя более эффективно как собственно и написано в названии нашего вебинара да ну и я напоминаю что вы можете приобрести сертификаты на наше мероприятие о участии в нашем вебинаре и сейчас я эту информацию скопируем еще раз чат вот по этой ссылке вы можете перейти на наши сервис выдачи сертификатов и приобрести сертификат за 199 рублей сервис достаточно простой да напоминаю кто зарегистрировался сегодня до 11 часов дня по московскому времени могут это сделать прямо сейчас остальные через 10 минут после окончания нашего сегодняшнего мероприятия все очень просто переходите на этот сервис ищите себя либо введением фамилии имя качества либо лучше электронной почты под которые вы регистрировались вам попадает список всех вебинаров которые вы посетили среди них на самом верху будет наш сегодняшний вебинар выбираете его появляется кнопка приобрести нажимаете на нее появляется юкаса юмани и забыл как называется да юмани который юкаса которую вы можете воспользоваться для того чтобы оплатить карточки или любым другим удобным вам способом как только оплатите через пять минут снова заходите ищите себя и кнопка при вы кнопка приобрести купить прям превращается в кнопку скачать вот и вся премудрость ну что ж а на этом я наверное сегодня заканчиваю еще раз благодарю всех за участвующих в нашем участвовавших в нашем вебинаре жду вас на других вебинарах директ академии приходите будет как всегда интересно всего доброго